Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Бери пример соседа. Для всех и каждого компания Титан. В эфире проект «Место происшествия», мы продолжаем выпуск. На улице молодой гвардии во время движения загорелась легковушка. Водитель «Лады» сначала пытался потушить машину самостоятельно. Позже на помощь подоспели пожарные. Подробности этого происшествия, а также других, наиболее важных за неделю, в нашей рубрике «Сводка». 2 июля вечером на улице молодой гвардии загорелась легковушка. «Лада» вспыхнула прямо на ходу. Водитель сначала пытался справиться с огнем самостоятельно. Затем на место прибыли пожарные и потушили пламя. Сумма ущерба, причины и обстоятельства пожара устанавливается. Проводится проверка. В Кирове на улице Сутырина загорелась квартира. ЧП произошло 30 июня. По словам очевидцев, в результате пожара пострадали двое жильцов – женщина и молодой человек. Его в тяжелом состоянии без сознания увезли в реанимацию. Кроме того, пострадало имущество соседей сверху и снизу. У первых закоптилась квартира, вторых залило водой. 70-летнего пенсионера из Амутнинского района будут судить за посягательство на жизнь полицейских. 8 сентября возле Дома культуры в поселке Восточный пьяный мужчина устроил дебош. Жители обратились к участковому и пожаловались ему на хулигана, который приставал к прохожим и разбил стекла в здание ДК. При попытке пресечения противоправных действий пенсионер ударил полицейского ножом в живот. После чего попытался нанести удар второму сотруднику полиции, находившемуся рядом. Но тот скрутил злоумышленника. Прибывшая на место следственно-оперативная группа его задержала. Сотрудника полиции госпитализировали. В ходе следствия нападавший признал вину частично. Уголовное дело направлено в суд. В Слободской районе суд рассмотрел уголовное дело 37-летнего гражданина Армении об убийстве. Преступление произошло год назад в загородном комплексе за Новым мостом. Поздно вечером потерпевший приехал туда на такси. На базе у него была назначена встреча с Аганисяном. Мужчины поскандалили, стали оскорблять друг друга. Обвиняемый достал нож и несколько раз ударил им своего оппонента. Очевидцы доставили истекающего кровью мужчину в северную больницу, но несмотря на помощь медиков, он скончался от полученных травм. Аганисян был объявлен в федеральный розыск. В ходе судебного заседания присяжные вынесли вердикт, а суд на основании этого обвинительный приговор. 9 лет колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу. 28 июня вечером на Ленина 184 Корпус 5 украли велосипед. В подъезд зашла парочка и сначала взглядом оценила двухколесный транспорт. Чуть позже женщина подошла к нему поближе, чтобы посмотреть, насколько надежно закреплен велосипед. Оказалось, что он вообще ни к чему не прицеплен. И женщине не составило труда просто взять и вынести его из подъезда. Подозреваемую в краже зафиксировала камера видеонаблюдения. Хозяин велосипеда ее разыскивает. Алина Котрихова, Место происшествия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова